И мы возвращаемся смотреть вторую карту матча между Монако Гамбит и Сухариками и 1-0. Аутсайдер ведет в этой серии. Достаточно уверенно ребята провели первую карту, были намного ярче, чем их оппонент. Гораздо больше просто делали и привлекали к себе внимание. Ну а комментировать для вас эту карту и все остальные, что будут сегодня на этом канале, продолжают адекватом Орталис. Рустам, ну что думаешь, есть шанс у Сухариков 2-0 закрыть такую серию? Или все-таки Гамбит сейчас соберутся и покажут нам свой уровень? Камбэкнут и возможно даже выиграют этот матч. Что меня не слышит. Ну ладно, сейчас вернется и естественно... А, так это я не размютился. Здорово всем. Все-все, сори, да. Так вопрос о том, соберутся, говоришь, Гамбит. Мне кажется, они были собраны в первой карте. Они собраны и проиграли команде Сухарики. Просто потому, что Сухарики играли лучше в Доту-2. Поэтому я думаю, что на вопрос, а выиграют ли Сухарики, ну если будут играть так же, как в первой карте, так выиграют, а что нет? Они не хуже играют, чем Гамбит. Во всяком случае, первая карта это показала, мне кажется. Или у тебя какое-то другое мнение? Не, ну сыграли великолепно, вопросов нет. Гамбит, мне кажется, где-то вот вареные были местами. Я не увидел, если честно, игры, ну вот от основной четверки, а в первую очередь от мидера. Мне кажется, он немножечко недоиграл все-таки. А как у них давно сейчас Квадикс играет в составе, ты знаешь? Нет, не знаю, если честно. Это у них замена какая-то или что? Ну и Кларинов играл в миде, да? Ну по понятным причинам, видимо, нужна была замена. И отыгрывает сейчас Квадикс, может быть, из-за того, что вот не привыкли к этому мидеру, и поэтому он оказался немножечко не в тарелке, да? Не в своей тарелке, не в той игре, где он должен быть. Не нашел себя на карте, такое тоже. Вполне возможно, вполне возможно. Худвинг появляется тем временем у Монако Гамбит. Распик, кстати, довольно стандартный получился. ДК, Деспрофит в первой стадии. Я не люблю ДК в первой стадии, если нету первой стадии Тэмпларки. Вот если, типа, условно, ты берешь ДП, в ответ, там, условно, Бэйн, Тэмпларк, и ты берешь ДК, это прям окей. Просто ДК брать вслепую, ну, мне кажется, это сейчас не очень круто, но, опять же, герой супер такой метовый, очень высоко рейтится большинством команд, которые претендуют на поездку на мажор. То есть, фактически, этот герой составляет мету сейчас. И то, что появляется персонаж, я понимаю. Понимаю, что очень популярен он. Но все еще не нравится, что берут первую стадию вслепую. Теперь у нас Лина в ответ от Сухариков. Довольно опасное, конечно, продолжение драфта. Лину показывают, и вряд ли это будет с упортом. Будет, скорее всего, герой в центр. Раскрывает довольно уязвимый центр. Но попробует, попробует отыграть. Вау. Ух ты. Вот это реально вау. Ни с того, ни с сего появился Акс. Лина в последнее время возвращает свои позиции. И хоть и не является самым популярным героем, да, и даже в топ-30 не входит, но в то же время она много побеждает. И она потенциально закрывает очень многих кор персонажей. Я вот смотрю, как эти Лины гирокоптеров переезжают, как они переезжают всяких лун. Она даже против Медузы может быть очень хороша. Вот в первую очередь из-за того, что у героя огромные рейндж-атаки. И при этом она выходит в лейт. И она дает вот этот баланс и физики, и магии. И если физики где-то не хватает, то она дополняет своего кора. А иногда выходит уже даже на первый план и затмевает своего кора. И против Лины очень многих героев не хочется брать. И Деспрофит — это тоже персонаж, против которого Лина во все времена была хороша. Просто потому, что это бёрст урон, который позволяет избавиться от Деспрофит быстро. Более защитный вариант драфта выбирают Гамбит. Это Кунка. И Деспрофит как будто бы автоматически на пятую позицию смещается. Не хотят против Лины, возможно, таким образом этого героя использовать. Кунка в центр до кава флей. Но пока так просматривается. Да, и на 24-й пик будет Керри для Альберки. Так, ну и Керри на 23-й будет от Сухариков тоже, поэтому сейчас по Керри быстренько пройдутся. Тут минус Эмбер, тут минус Рейзер. Так, бан Рейзер такой интересный, да. Возможно, хотели как-то лайфстилера себе пикнуть, или может быть ВК, и постеснялись играть с такими героями против Рейзеров. Хотя, опять же, у них закрывающие, они все что угодно могут себе поставить. Увидит Керри и контрпикнут. Нет какой-то комбинации, да, под Акса, которая прям просматривается сразу же. Нет. Вообще не было причин его вот так просто пикать. Но, видимо, это какая-то заготовка. Там тоже не самый популярный оффлейнер появился в виде Кентавра. Нужен кто-то, кто любит собирать SilverEdge. Против Кату? Ну да. Ну, Линнежу. Это понятно, да. Я бы, знаешь, на кого посмотрел? На Сларка какого-то. Так много плотничий, в которых он будет разгоняться. Я недавно где-то Сларка видел. Ты по-любому этот матч смотрел. По-моему, Азия была. Да, да, да. Он против Тайда стоял Маленья там. Да, и против Медузы он ее перефармил, там победил. Классный Сларк какой получился. Сларк или что-нибудь со Скади? Тоже, да. Опять же, Сларк. Ну, сейчас может какая-то банальнейшая Медуза появиться у Гамбит на легкую линию. Слушай, тогда есть Урса. Если мы понимаем, что какая-то Медуза в ластпик может появиться у Гамбит, тогда мы пикаем Урсу. Играем в Доту против ДК, против Клонки, против ДП, все что угодно. Бегаем, убиваем. Если мы хотим в лейте не испугаться никого, мы пикаем Морфлинга, который купит себе из Скади, нафармит кучу слотов, пробьет там потом все что угодно. Банблотикер, пик фантомки хотят какой-то Гамбит показать нам. А иначе зачем они банили блотикер, да? Времени немного осталось. Сухарей. Слушай, можно сами Медузу взять? Берста, да, вроде как будто бы нет у Гамбит, чтобы убить ее быстро и навалиться как-то. Ну, Тинни есть всегда от Сильвера Эджи, пожалуйста. Удивительно, что так долго никто его не брал, просто ВК. Обычные классические ВК. Ну, ВК так ВК, ладно. Ну, да и правда Медузу какую-то можно взять сейчас. Да непонятно, зачем БС обанили, если план был на Медузу. Чего? ДП Медовая, да, и Кунка Керри. Да, решили Кунка Керри поиграть. Драгонайт оф Лейн, Деспрофит, Мид. Есть ощущение, что Деспрофит будет больно в центре. Сейчас Клина придет туда. Как по Крипстату. Еще и Дисперейд очень круто отыграл, получше как-то. Мне кажется, он уверен в своих силах после такой первой карты. Еще и матча для него очень благоприятный. Мне кажется, вполне окей себе такой пик получился у Сухариков. Да, действительно будет плотно у Гамбит. Драгонайт армированный, Деспрофит тоже. Смиды тяжеловато будет забрать. Кунка под кораблем все это делал, да, еще и Оракл сзади защищают. Как будто бы вот Акс и Лина, когда прыгнут, не смогут пробить. Вот, видимо, в этом идея. Что Акс ныряет, Оракл защищает кого-то там, Лина там тоже дает с пылы, бьет с руки. И как-то все это восстанавливается, под кораблем терпится, а потом разворачивается и убивается. Ну, какая-то задержная драка, она может быть у Гамбит, конечно, в большом-большом приоритете. Но это ведь надо покачаться, нужно грамотные слоты собрать. Их должно быть довольно много на выживаемость. Это все еще нужно, какие-то БКБшки, Йолы. Мне кажется, пиком сухариков просто проще играть, удобнее. Ты всегда их будешь играть с позиции силы здесь, активно. Акс, Блинк, да, Лина там. Ну да, Лина не такие сейчас. Травала, БКБ какие-то. Ну, это достаточно быстро уфармливается, мне кажется. Сейчас вообще тренденция такая, что не Травала первым, а БКБ первым берут и убраться. Пылы у Лины всегда сильные были. Мне, короче, лейт на порядок больше справа нравится. Благодаря контролю через БКБ и двум сильным корам, мне кажется, что ВК и Лина перебьют все, что есть слева. ДК ведь это такой больше танк-инициатор, который урон не наносит и местами его где-то можно игнорировать. Задача просто быстро выключить Диспрофит. Понятное дело, Оракл за спиной ее защищает. Но справятся, я думаю. Лейнинг. Вот, кстати, Лейнинг интересно будет посмотреть на линию Акс против Кунки. Я думал, все-таки могут попробовать взять какого-то вообще рейнджевика против Акса, чтобы не так сильно страдать. А здесь Кунка, который сам, да, милишников пробивает, но в то же время такие размены бесконечно идти против Акса не хочется. Он еще и ФБ забирает и при деньгах будет на старте. Как-то легко получилось. Так, мне тут сообщили, кстати, в личку, что название Качканарские сухарики, ну мы знаем, мы же как бы сообщили об этом. У них мидер из города Качканар, вот. Поэтому мы думали, там они всей командой, нет, у них только мидер. То есть Дисперейда, я так понимаю? Легенда города. Поэтому Качканарские сухарики. Да, бывший игрок ПакЧамп, был игроком под ником Бобина какое-то время. 22 года, 1000 года рождения. Семен Швецов, пожалуйста, из города Качканар. У тебя тоже есть ощущение, что те, кто родились после 2000 года, как будто им 7 сейчас? Да, да, да. Есть такое ощущение. Тоже, глаз немножко дёргает, смотришь год рождения, 2000 год, думаешь, а в школу когда? Почему другой век вообще? Да, да, да. А это уже 22 года, между прочим. Взрослый, молодой человек. Так, на топе. Семен. Он в прошлой карте умирал, по-моему. И здесь погиб. Так, ну, во имя чего это была смерть, не очень понятно. А, во имя лагов. Теперь понятно. Стало яснее. Спасибо, ребята, что пишете в личико какие-то полезные информации по матчам, по командам. Продолжайте это делать, конечно, читаем обязательно. Это довольно полезно для эфира в том числе. Не стесняйтесь. Наши соцсети всегда открыты. Можете на них подписаться, можете там что-то писать. Никогда не ошибся. Душный админ не душит прямо сейчас. Потому что написали причину. Как переводится эта фраза, которую заспамил сейчас Манкуши? А ты что, сам не знаешь? Нет. Я пропустил этот урок в школе. С фразами в Dota 2? С китайскими фразами в Dota 2. С фразами в Dota 2. Жаль, такие полезные уроки пропускаешь. Я болел. Это не отмазка. Дома надо было почитать. Так. Ну, на нижней линии Аксу, видимо, не сладко. Там еще так получается, что Дарквилл вечно где-то бегает. Крипов отводит. Что-то делает. Аксу нужно до кольца добраться. Как можно быстрее? ВГ это в идеале совсем. Так, для начала взять колечко. А Лина тем временем... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Солянова. А мы тут говорили, что Лина сейчас придет и разорвет ДП. Вот ничего подобного. Сквадикс объясняет вообще на пальцах, как это работает. Просто засолил Лину. Красавчик. Что тут Лина не стерпела? Непонятно. В какой-то размен, видимо, невыгодный для себя пошла. И Линя уже проиграна. Проиграна Лина. Это уже факт. Ничего не сделать. Обычно как-то Лина, да. Она придется с позиции силы. И Линя обычно стоит хорошо. Ну вот сейчас, смотри. Давай, 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 давай. Спирит Сифон. Тык. Ладно. Спирит Сифон. Похилил немножечко. Или добить не смогла. На топе. Напали на ДК. Пока тут тоже невысокого левела. Пока брони немного, можно пытаться его пробить. УБН гоняет. ДК просто фармит. На нижней линии. Кольцо. Купил себе Акс. Теперь кольца сразу три. Так у него на Китавре такая же сборка была. Но здесь крик крибов на старте побольше. Уже приятно. Так, а Баттлханкер у нас, по-моему, диспелится. Правильно? Можно развеять. Да, поэтому есть Watch on Sense. Да, можно Баттлханкер с диспелить себя, со своего тиммейта. Просто маны, видимо, Хэппи Дюэрара решил не тратить. И весь дэмэдж получил с горелки. Но вообще-то для этого, может быть, Oracle и брался. Так, а здесь... Он напасть на Акса решил. И убедили, кстати, хорошо. Там был мейс от Hell's Cream. Удар больно Hell's Cream. Пока поживет. Хотя Альберка идет, кажется, догонять. Нет, не пошел дальше. Все равно проваливает нижнюю линию у нас вазе. Не получается нормально стоять. Диспирейт в центре тоже очень-очень-очень боится. Не пошел контролить руну. Глиф хороший, чтобы защитить крипов. И Диспирейту, может быть, вообще стоит уйти. Нет, Диспирейт пойдет сейчас за руной. Боин идет на подстраховку. Они, кстати, лишат ДП рун. Пачку с собой забирает Диспирейт, чтобы она не убилась под вышку. Тоже грамотно. Телепорт про Складикс сделал, да. И руну с контролем. Оказалось, что у Лины прям совсем все плохо. Диспирейт сейчас еще одну подконтролит, смотри. Полностью заряжается. И с собой крипов вводит нормально. СМН как раз Складикс и типнул за то, что... Че ты помогаешь, мол, мы там один на один разбирались. Видишь, я твоего мидера в соло вынес. Че-то ты пришел сразу тут. Включился. Ну и правильно, что включился, да. Диспирейт помогает дважды зарядить бутылку и не уйти на базу просто. Позором. Атака снова на Вазю. Вазя. Получил проказ. Торон, Керст Краун, Брамбл Мейз. С Альберки-то тоже больно. Ой-ой-ой. Альберк пришел подраться и пострадал очень сильно. Здесь стиков, конечно, у него есть. Но больше сражаться было нельзя. Пару прокруточек, там можно было умереть. Кстати, вот эта смерть Лины не помешала Диспирейту по крипам доминировать. Ну, так и должно быть, конечно. Он вообще не должен был умирать на миде. Начнем с этого. И по экономике даже ДП чуть-чуть обгоняет сейчас. Самая малость. Но это говорит о том, что Лина все еще сильный очень персонаж после Диспирейт. Что-то не справился с управлением. Так бывает. СМН возвращается на топ. Попытка пробить немножко Худвинг. ДК убивать сложно. Вторая пассивка. Брейсер. Феррифайр. Не та цель для атаки, которую хочется сейчас испробовать на прочность. Вазя купил себе Вангуард. Все отлично. Теперь на этой линии убить его будет сложно. На верхней линии так же сложно убивать оффлейнера. Там ДК уже со второй пассивкой. Просто стоит, качается. Ну, Рейскингу, наверное, даже не стоит обращать внимание на этого ДК. Стоит в первую очередь думать о своем фарме. СМН. Не стали на него нападать. Стан от ДК не последовал. Ладно, все качаются. Есть некоторое преимущество у гамбит, но оно небольшое. Сейчас может быть больше, если с Бейном справиться. Тут работяги, кстати, пошли. Мелес много урона получает. Вот здесь можно пытаться его пробить. Все равно не хватит. Слишком он прочный. Третья пассивка. Третья пассивка. Ну как там? Куда? 15 арморах. Париген бешеный. Танго скилл. Шансов убить Драгонайта здесь немного. Так, как сопуливать на себя пачку. Поджигает Хэппи Дюйрара. Хэппи Дюйрара, кстати, не особо пользуется диспейлом. Он все-таки на соперника тратит. Корабль полетел. Ну и туда забирает Складикс еще экзорцизм. Под руну душевства завязал. Очень удачно. Можно и вышку снизу пытаться запушить. Хорошее телодвижение Складикс. Первая активная руна. Я моментально ее реализовал. Красиво сыграно. И спирейт пока как-то вот в центре больше стоит. Никуда не собирается смещаться. Чтоб куда-то идти на дрон контроль. Этого сделать пока не вышло. Ну и Альберк тоже хорошо. Альберке там на линии фраг один доставался. Это асист. Он получил лишних спу. Быстро апнул шестой. И сразу реализовал комбинацию свою. Небольшой такой оберкилл даже произошел. Так, пробуй сейчас убить ДК. Мелес. Думает, как бы ему спрятаться. Не спрятался. Ну и лагунку просто сандалем, да. Несложно убийство. Мершина зацепить. Ой, Мершин тут зря пришел. Сейчас стан. А, стан есть? Стан в КД у Лины. Монкуша. А, тут хватает. Понял, принял. Найс ТП, кстати, от Худвинг защитила. Пришла, лишний фраг линии отдала. И теперь в таверне. Без сапога и без ТПшки. Игра испорчена. Причем на творчество среди саппортов Худвинг самый большой. А на топе сразу же вышка упала. Посмотри, как быстро. Да, да. ДК пришел, конечно, тавер уже не защитил. Нечасто такое случается, что ребята с легкой линии тавер первее забирают. Чем у них забирают тавер этот самый. Но это именно та ситуация. Все нормализовалось по итогу. Все камбэкнулось. Экономика равная на девятой минуте. Приключений нет. Да, Кунг уже хочет больше к лесу присматриваться. И шутки какие-то стаки. Акс, конечно, с линии не уйдет, пока не купит себе блинг. Очень хочется блинг. Лина и Деспрофит отметились по одному результативному выходу на крайней линии. Складикс перемещается на топ. У него есть фастер Валам. Видите, фастер Валам готов реализовать. Есть экзорцизм. Пробует без экзорцизма запушить. Глиф, конечно, нажать можно сухарики, но он совершенно здесь не поможет, если не будет драки. Вот будет ли драка здесь? Не будет. По ощущениям, не будет, да? Лина без маны. Лина сейчас, я думаю, вот софтревел пытается дофармить, да. Смотрю, денег много, ничего не покупает. Хочет купить тревела и потом уже начать двигаться. Аксы все-таки добили снизу. Опять про каста Кунгки. Оракл помог с пылами, естественно, тоже. Аксы полезно так убивать, чтобы помедленнее блинг свой фармил. Ну и Кунг большой с линии выходит. 4 800 у него, ВК на 800 голды меньше. Так что Альберко должен быть доволен. Ну, если вспоминать прошлую карту, у него тоже все было хорошо на Террор Блейде. Фармил замечательно, никто ему не мешал. Прагину ТБ делал на линии. Поэтому такой Альберко старт получает уже не в первый раз. Посмотрим, сможет ли он в этот раз его реализовать. Дисперейт наконец-то в тревел взял, но надо ману восстановить, совсем не хватает. Он жадничает каждую пачку крипов, хочет забрать, прежде чем на базу вернется. Вот ДК бедный. ДК выходит бедным с линии, у него 700, блинка пока нет. Это может получиться классический ДК, потому что играет сейчас такими героями, что фарма-то не дадут. Поглощать будет Кунга все, что видит. ДП тоже сколько-то нужно получать. И ДК бы где-то на фрагах после появления блинка наделать киллов. Может быть, вышки какие-то команды спушат. В центре бы подумать о Тауре, которая фуловая абсолютно. Ой, только не беготня, а ДК. Пусть фармит уже в конце концов. Купит себе свой шарт, свой БКБ. Сейчас начнут бегать, и ничего хорошего это не закончится. Он бегать есть кому? Есть Сквадикс. У него фаст-равела, он и там, и тут, и сям. Он 3-0-0 носится по карте. ДК пусть привязан будет к своей линии и качается, чтобы реально камбэкнуть немножко. У него больше ничего не требуется. Здесь Пирайт тоже купился Тревел Бутс. Но пока намного заметнее и активнее, конечно, его оппонент по карте. Хотя линии по экономике не отстает, но давление на соперника создает меньше. Акс, покупайте Блинк Даггер. Сейчас можно какой-нибудь смог нажать под Блинк. Бэнк раз уровень 6, причем книжку у себя держит. А сейчас-то что книжку держать? Сейчас у тебя 6 уже есть. СМН. Или кого-то передать хочет. Дарквилл тоже 6. Что с книжкой делаем? Линя сейчас отдаст для 12-го. Лина, хочешь книгу? Лина топ-1 левел, кстати, на карте. Так, ну, не знаю. Мне кажется, что сейчас время играет на стороне Сухариков. Да, вот сейчас на Минкуши напали. Он разворачивается на иммершину. Прописал. Пошли куча станов. Есть реинкарнация? Скачал реинкарнацию. А жить бы под доль, чтобы бежать подальше. Финцгрим. ДП, ДП под экзорцизмом. Ну, там Оракл защищает. И корабль летит, корабль летит. Террорайз назад. Назад. Террорайз шикарнейший. От Дарквилла. По пятерым, по-моему, да? Финцгрим попал. Я настолько шикарных террорайзов не видел никогда, похоже. Он реально отмену сделал сейчас. Просто отменил команду Гамбит в этой атаке. Корабль залетал идеально. Просто идеально. Они все под корабль уже бежали убивать. Как же это оказалось полезно, потому что экзорцизм сейчас просто в никуда уходит. Все, он заканчивается. Конечно, правильный фокус выбрали сухарики, но про Оракла забыли. Оракл сразу же выпустил ДП и та выжила. Да, с Ораклом надо что-то делать. Ну кто, у нас Акс есть, что-то делать с Ораклом? Пусть делает, пусть прыгает. Надо долететь до Оракла, потому что иначе нет смысла вообще в каком-либо фокусе. Если сзади стоит Оракл и защитит. Есть Акс, должен врываться он. Но Аксу нужно каким-то образом там Деспрофит перепрыгнуть, ДК перепрыгнуть, найти сзади стоящего Оракла где-нибудь в Тумане Войны. Это очень сложно сделать. Ну Лина сейчас БКБ купит, там купит Сильвер Эдж, она тоже будет в драку заходить как-то. Опа, Слип от Бэйна. Через Кинопчик, кстати, зацепил. Подтягивается Ак, заслипали. Бедлам, Бедлам мог же схватить урона. Шарпшутер. Да, Бедлам хороший. Акс разрубил соперника. А мы, кстати, помним, что теперь, если ты разрубаешь оппонента, ты получаешь одну к броне. Ап, плюс один арморчик. А здесь это, кстати, будет очень полезно, потому что магов нет слева. Все бьют физикой. И Оракл такой. Да это супер. В смысле? И Худвик такая, в смысле? И Деспрофит такая, в смысле? Не, ну Деспрофит духи. Я их, в первую очередь, имел в виду. Эх, Деспрофит главное. Спирит сифоны. Ничего ты не шаришь. Зато я шарю, как можно зайти на сайт Винлайн. Так. Баннерочек есть снизу. На него переходите. Забираете два косаря. И залетаете куда-нибудь. Потому что сейчас, кстати, коэффициенты, я смотрел на сайте, были равными у команд. Наконец-то Сухариков по достоинству оценили. Да. И это что касается второй карт. А сейчас они даже вышли немного вперед. Поэтому заходите, знакомьтесь, пользуйтесь. Я бы за этот террорайз, кстати говоря, где-то 0.3 десяток кинул сразу команды Сухарики. Уменьшил карт на них. Чисто за один террорайз пятерых. Нельзя не уважать такую Дартвиллу, я считаю. Она еще и ДК убила потом с Бедламу. Весь урон нанесла. Так, что-то нажали кнопки Гамбит. А куда мы идем? Мелис бахнул на форму. И что с этой формы делать? Надо бы куда-то выйти. Кого-нибудь найти. Ой, там 7 секунд, смотри, до реинкарнации. Они сейчас идут прям в тайминг реинкарнации. А, подцепили Бэйна. Воплутил, они его нашли. Акс прыгает, контринитирует двоих. Стягивает под себя, террорайз полетел. Назад ДП. Подставляется хэппи-дюрара и не успевает дать фолс-промисс. И за Орак, он пошел ВК. Он на ДК дал фолс-промисс. Не на конку, он на ДК дал фолл-хп. Фолс-промисс. А я вот не понял, он не дотянулся или это осознанно было? Он в Брамбл Мейз встал. Из-за того, что встал Брамбл Мейз, он, видимо, не дотянулся. А потом такой, ну надо же в кого-то дать. И бахнул фолл-хп ДК. Так, раз удар. Еще два нужно буквально сделать. И это Мэршн красиво. Красивый Мэршн, да. Дисперейд носится со скоростью света на хосте, поэтому идет до конца. Но Сайленс ловит, не может застанеть. Вася, не добежал. Ты куда поехал вообще? Все, экзорцизмом бежать надо. Надо бежать, экзорцизм выбили. Это как сигнал просто к отступлению. Экзорцизм, кстати, второй уже. Ни о чем получается. Если Рошана заберут, то вопросов нет. И будут пробовать. Не будут пробовать, ладно, я понял. Гоняет за фрагами, да. Складикс пошел занимать шоле. Лео ставится вар. Ну, подготовка площадки к Рошану будет. Будущему. Минку лучше, кстати, не так много осталось до Дизоли. Хочется взять. Еще и нужен блин, конечно, сразу же. Чтобы этот Дизоль качественнее реализовать. Есть у Лины БКБ. Надо прекращать ерундой заниматься Васе. Вася, конечно, идет на позитиве всегда. Готов куда угодно врываться, но не всегда это получается. Иногда подставляется. И очень неудачно, кстати говоря. Команда из-за этого, ну, без акса не может играть тут. Связали шарп-сютер, сален, скрип с вором и слип. Карнабей. Засейдили. Так, ДК форму опять тыкнул. Опять нажал форму Мелис. Ну и как-то может ничего не произойти из-за этого формы. А вот по окончанию формы может что-нибудь произойти. И тогда ДК не будет готов. Дизой готов АВК. Нажали Смог сейчас. Оракл. Оракл далеко не будет. Его тут не нашли. Он под своим вардом, да. И... ДК. Где, где, где? Смог спал. Куда прыгать? Где? Что делать? Где? А! Что? ДК, ДК, ДК заметили? Нет? Нет, Туман войны. Они вообще не видели никого. Ночь. Ночь на дворе. Ночь на дворе вообще никого не видно. Смог спал. Куда лететь? Где соперник? Понятия не имеет. Там ДК несколько раз из кустов выходил, но все еще не видно было. Сибирьеред приобретает кунг. Альберка, конечно, невероятно мощный, богатый. Все еще топлив форс. Он тут пассивку Аксу вырубает, если нужно. Рейс Кингу тоже. Да и, в принципе, просто шваркает стать Брингера с невидимостью. Это всегда очень мощно. На Акс нападает. Два саппорта. Наглецы, конечно. Тыкует еще. Вообще бессмертная. Бейн слип. Надо убегать. Лина далеко. Лина далеко. ВК только подходит. Акс прыгнул. В кунгу. Но им же не хватит урона. Урон никто не наносит пока. Кунга идет. ДП, 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 ДП. И никто ее не защищает. Оракл далеко. ДП спасли. Все-таки. Но тем не менее есть Акс. Жесть. Корабль летит. Зацепили тем временем Мелеса. Он без формы. Он же ее тратил. Телепорт. Акс бежит. Не дотянулся. Ну, Оракл, Оракл еще подставится. Драк все равно выигрывает. Так это Рошан. Да, это Рошан под Дизоль. Должны забирать. ДП пробили. Это Дисперей, да, по-моему? Накачал. Да, да, да. Так все. Лина идеальный герой вообще против Диспрофит. Оракл был далеко. И Акс просто шикарно работает даже против Оракла, которого, кстати, последним взяли. Да, да, да. Слушай, я тоже об этом подумал, что вроде какой-то они взяли с упорта такого защищающего, да, сейвера. А ведь не подумали о том, что против Оракла, то он вообще... Против Акс, точнее, он вообще не связан. На лоу хп вообще нет смысла. Если уж защищать, то хотя бы на половинке. Там не успели. Если еще и ДК сейчас перехватят. Так зачем они Рошана не убили, ты мне скажешь? Вот это хороший вопрос. Нет, я тебе не скажу. А кто мне скажет? Кто мне скажет, почему они после выигранного тимфайта не пошли забирать Рошана? Хоть одна причина не забрать Рошана была? Не знаю, спроси у кого-нибудь из них. Напиши в Ази. Так я у кого-то спрашиваю, никто мне не отвечает. Чат, чат, давайте мне ответ. Почему они Рошана не убили сейчас? Это был изи, Рошан. Что бы ты спросил просто? Так я и спросил. Ответ мне все равно нужен. Даже если это повод был. Дальше они не продумывали план. Понял. Так, без прейд, криты себе взял. Это он в той драке без сильвереджа был и вообще. Да, да, да. Без критов даже был. Сейчас у него будет кристалли, с урона будет, с пассивки побольше. Вард такой дефолтный стоит у команды комбит. Странно, что не сняли его сухарики. Форма такая прожимается опять. Купил на этот раз себе шард, Акс. Походит вперед, но поджигает, а не колит. Кстати, поджигает, а не колит, это плохо, потому что он сейчас может умереть. Потому что самого подожгли. Нет, тем не менее, посмотри, ДК легко пробивает. Успромис. А Акс теперь далеко. Ну там хорошо, поймали еще двух героев. Если Кунку разорвут, а Кунку разорвут, вы знаете. Вазят. Он еще и перерубил и выжил. И финскрип. Ладно, заканчивается, Д2-0 как бы. У комбит-то все мимо летит прям. Это при том, что сухарики не идеально все нажимают. Вазян подставляется нон-стоп, но что-то у комбит вообще все не туда. Вообще не туда работает. Знаешь, какой мне матч эта игра напоминает? Вчера вот тоже последняя встреча была на Д2ЦЛ, где ново играли против Немиги. Я вот на вторую карту там ворвался, и ново так вынесло Немигу на второй. Но вот было что-то очень похожее на это. Будучи аутсайдерами, они 2-0 выиграли эту серию. Сквадикс. Ну это Лина, ребят. Это Лина против ДП. И еще одного цепляют. Знаешь, тут можно тильтануть и просто ГГ написать. Тут можно, слушай, не тильтовать и ГГ написать. Какая разница? Все равно проиграл. Тут можно с большущей улыбкой на лице ГГ написать. Можно расстроенными чувствами ГГ написать. Факт в том, что ГГ придется написать. Вот в чем проблема. Потому что тут вообще чугобит не клеится. Тут уже наглеет Дарквилл, цепляет просто уже на вражеском треугольнике. Слип от Бэйна. Вазя сейчас будет прыгать, кажется. Но тиммейта далековато, кор-героев нет. Не, он все равно прыгает реально на кунту. Получает стан на стан. Кор-героев до сих пор нет. Они втроем сражаются. И посмотри, что творит с Мелесом Хеллскрим. А, ну там ВК еще подходит. Лина подошла. Ой. Удар полинет. И этого сюда. И следующий, подходите. Связал. Добить Лину. Лину хотя бы добить. Лину добили. Лину добили. Happy Diorara. Brumble Maze. Дайбэк. Ой, какой кошмар. Какой кошмар гамбит, что происходит. Ну это вынос тела. И дальше Desprofi. Так же по Gaming Good Gaming 2-0. ГГ. Просто встали и вышли. Браво сухарики. Крепкие, жесткие, сухие. Максимально четкие ребятки такие у нас поиграли. Залетели просто с двух ног. Винлайн оценил их коэффициент 4 и выше. Сухарики оценивают себя на изи 2-0. Я, кстати, полностью поддерживаю. Низкий поклон. Сухарики. Смотрю я второй матч получается с их участием. И мне все нравится. Ты же сам говорил, да, что я тебе писал. Обрати внимание на сухарики. Потому что они в прошлый раз меня, помню, впечатлили. Я залетаю к ним опять, и они просто разрывают. Они прикольно играют от У2. Мне нравится, что они делают. Disperate. Если это ты и твоя команда, то вы большие молодцы. Проделали большую работу. У нас будет еще один матч на этом канале. Но, я так понимаю, через продолжительную паузу, раз уж сухарики нам дали целый час. Через час кто будет играть? Empire Nova. На этом канале мы продолжим, естественно, комментировать. Поэтому через часик подходите. В 21.00. Старт матча. Empire сыграли всего одну игру за всю лигу. Empire сейчас Gambit играет. Да, у них два матча. Это единственная команда, которая сыграла только одну серию за весь турнир. То есть им еще играть и играть. Поэтому у них много дней будет, где по два матча придется играть. Ждем вас через час. Надо зрителей отправить, да? Конечно. Пусть смотрят тогда Empire. И к нам потом опять Empire. Канал WinLine D2CL. Идите, знакомьтесь с Empire. Нам потом расскажете. Мы уходим на перерыв. Будем ждать следующий матч. Канал WinLine D2CL.